Три раза в неделю тренируются в Волокжанке Карина и Светлана. Девушки занимаются воркаутом больше года. Новая спортивная площадка на улице Ленинградская, 5, позволила спортсменкам больше времени посвящать любимому занятию и готовиться к соревнованиям. Занятия воркаутом, они вообще, в принципе, платные. И, допустим, выходные. Когда тебе нечем заняться, ты приходишь и отдушину находишь в этих занятиях. А тут еще плюсом свежий воздух, не жарко, и все хорошо, закаляемся. А почему именно такое направление выбрали? Яркие эмоции, красивая подача элементов некоторых. То есть, есть как сложно и грубо, есть такие более красочные, которые поражают людей. Полезна площадка на улице Ленинградской, 5, как для студентов Вологодского госуниверситета, так и для ребят из школы номер 10. Спортивное сооружение может подготовить спортсменов для сдачи норм ГТО, а также поддерживать общую физическую форму. Площадка эта нам необходима. Нам она нравится, потому что здесь покрытие, по которому нам очень удобно бегать. Напомним, что строительство воркаут-площадок было начато по решению, принятому на городсовете при губернаторе Олеге Кувшинникове. На эти цели выделили более трех миллионов рублей по программе развития физической культуры и спорта. Такая же спортивная зона появилась и в селе Молочном на улице Мира, 7А. Площадка уже пользуется спросом. И это хорошо, что на территории нашего города строится немало спортивных объектов, на которых могут заниматься школьники, студенты и взрослое население. Это площадка, так скажем, для общего посещения, на которой можно делать любое упражнение общего физического плана. В городсовете с губернатором было принято огромное количество решений по развитию нашего города. И, конечно, спорту необходимо уделять внимание в нашем городе все больше и больше. Мы говорим не только о серьезных спортивных сооружениях, таких как Ледовый дворец, как стадион «Витязь». Это колоссальные инфраструктурные проекты для развития спорта в нашем городе. Ну и говорим о таких малых площадках спортивных, когда просто любой житель, бегая по стадиону или проходя мимо, может зайти позаниматься спортом, подготовиться к нормам ГТО. Таких площадок должно появляться все больше и больше в городе. В этом году в областной столице также появится 12 факотов. Семь из них уже открыты на территориях школ. Еще на пяти стадионах продолжаются работы по строительству. Они находятся на придомовых территориях города. На ПЗ, на Новгородской – 37, Псковской – 9, Сокольской – 8 в Прилуках и на Шмидта – 3 в Молочном. Сдача спортивных сооружений запланирована на следующей неделе.